Мама! Я заблудилась! Антон, что делать человеку, если он заблудился в лесу? Если есть возможность, конечно, разводить костер. Чтобы развести костер, надо как можно больше очистить снег. Потому что если зажечь на сугробе снег, он не потухнет, но он будет проваливаться постоянно вниз. Если огонь развести не получается, не стойте на месте, двигайтесь. Лучший вариант – найти какую-нибудь тропинку или лыжню. Ну а если поиски бессмысленны, нужно определять стороны горизонта. Теперь, Софья, научу определять стороны света в лесу. Сегодня солнечный день, и солнце достаточно хорошо видно, даже сквозь деревья. Мы будем по нему определять. В полдень солнце на юге. То есть направление по солнцу сейчас – это юг. Если левой рукой показать на солнце, по направлению правой руки будет север. Но такой совет поможет, если вы вспомните, с какой стороны светило солнце, когда вы заходили в лес. Еще важный пункт – линии электропередач. Они вас тоже приведут в город. В пригороде из диких животных можно встретить только лис. Отпугнуть их поможет свет телефона, фонарика или громкие звуки. Кстати, если вы будете разговаривать или петь, спасатели найдут вас намного быстрее. Люди, находясь в лесу, слышат сирену. Мы проезжаем в лесу, у нас идет пешая группа, идет сирена. Они слышат, успокаиваются и уходят в другом совершенно направлении. О, так где-то тут недалеко, так я и не заблудился, оказывается. Уходят еще дальше, поиски продолжаются до 2-3 суток. Найти человека проще, если он постоянно находится в одной точке. Лучший вариант – если вы поблизости найдете поваленное дерево или пенек, чтобы ждать спасателей в тепле. Кажется, я нашла дерево. Не самый хороший, но и не самый плохой вариант для ночлежки здесь. То есть, в принципе, здесь можно, расчистив дерево, использовать как сидение. Во многих лесопарковых зонах пригорода ловит сотовая связь. Поэтому не забывайте ее проверять. Если вы понимаете, что попытки самостоятельно выйти из леса тщетны, смело набирайте 112 – номер Единой службы спасения. Погода сегодня, мягко говоря, морозная. Но благодаря нашему экстремальному уроку, я теперь знаю, как найти дорогу домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...